Есть особые моменты, которые стоит указать при создании семейства осветительного оборудования. Если мы его загрузили в проект, можно будет к нему опять перейти. Я нажму «Редактировать семейство». И два важных момента. Первый – это источник света. Конечно же, в Revit можно делать визуализацию, делать расчет света. Моя задача вам показать, что это есть, но в какие-то детальные настройки я вдаваться не буду. Для того, чтобы добавить освещение, я нажимаю на кнопку «Категории и параметры семейства» и выбираю галочку «Источник света», чтобы он у нас, конечно же, появился. Вот у нас появляется какая-то желтая форма, и да, это источник света. Во-первых, когда он у вас появляется, в типоразмерах семейства появляются фотометрические параметры. Что это такое? Думаю, те, кто работали в сфере освещения, знают, что у нас есть и излучение по ширине линий, что у нас есть кельвины, что у нас есть исходная интенсивность, светофильтр, коэффициент потери и так далее. Это действительно все можно будет настраивать и рассчитывать. Но, на мой взгляд, есть программы, которые прекрасно подходят для более подробного и качественного расчета освещения, да, да, люкс и прочее, прочее. Поэтому я не буду останавливаться на этих моментах, то есть нам обычно нужно излучение по ширине линии, которые могут меняться графически, да и только. Давайте просто настроим внешнее освещение примерно и попытаемся его привязать к нашему осветительному оборудованию. Выбрали элемент и нажимаем на кнопку «Определение источника света». Ну вот у нас есть излучение непосредственно формы. Ну, это или точка, или линия, да, на LED-лентах, либо прямоугольник, либо сфера. Ну, выберем самую простую точку. И есть распределение света сферическое, полусфера, конус есть, да, называется прожектор. И, кстати, как раз-таки та же самая фотограмметрия. То есть есть сайты-изготовители, у которых есть фотограмметрические файлы. И эти файлы действительно можно загружать в Revit. Вопрос, нужно ли вам это. Если вы скажете, что, Михаил, мне необходимо знать эту информацию, можно будет выпустить и посвятить этому отдельный урок. Ну, мне сейчас это не нужно. Я выберу обычное полусферическое освещение, нажму кнопочку «Ок». Вон она у меня появилась и пора его настроить. Для этого перейдем на вид слева, как мы это обычно привыкли. Видим, что у нас освещение идет, конечно же, не в ту сторону. Нам его нужно просто-напросто повернуть. Ну, поверну я его на 180 градусов. Вот туда будем светить. И нужно привязать источник света туда, куда мне необходимо. Для начала привяжем его все-таки к опорной плоскости. Ничего страшного, там что-то товарищ ругается, но мы его не послушаем. И будем привязывать туда, куда нам необходимо. Вот мы привязали источник освещения. Мы его можем с вами настраивать прямо в проекте. И почему бы и не попробовать немножко не поиграться, не побыть маленькими 3D-максерами. Нажмем на кнопку «Загрузить в проект». Проект заменим, конечно же, существующую версию. И будет прямо чудо-визуализация сейчас. Конечно же, это сарказм, друзья, потому что данным моментом я не пользуюсь. Но все-таки можно, почему бы и нет, делать какие-то легкие эскизные моменты. Я для этого создам перспективный вид. Нажму на камеру, поставлю штатив и протяну этот штатив вдоль моего великолепного минималистичного помещения. И я таким образом увижу в 3D-виде свою лампочку. Правда, мне можно будет ее немножко опустить, потому что высота глаза наблюдателя достаточно высокая. Я не настолько высок, поэтому можно будет зажать на кнопочку вверх-вниз и перетащить до высоты глаза наблюдателя совершенно адекватно. Так, ну, чуть-чуть поменьше. Вот такая вот высота глаза стандартная. Мы видим достаточно минималистичную картину лампы. Лампа прекрасно выдает свой серый цвет, который мы не настроили еще в семействе. Но мне необходимо посмотреть, как же она все-таки у нас светится в стиле визуализации. Поэтому давайте попробуем это сделать. Я ничего сверхъестественного и замудренного показывать не буду. Просто зайду на вкладочку вид, визуализация, знакомый чайник. И настрою один момент. У меня есть освещение и есть схема. Мы должны в схеме выбрать внутри только искусственный свет. Будет этого достаточно. И включу какую-никакую здесь не настроенную визуализацию. Посмотрим, что будет происходить. О, чудо! Просто свет в темной комнате. Мы можем этот свет либо настроить в семействе, либо настроить... Вот мы видим регулирование экспозиции. Сделать немножко поярче наш момент. И вон она, чудо-ламп. Этот божественный свет, мы его видим. И да, друзья, это визуализация в Revit, которую я только что выключил. Но суть вам сейчас понятна. Вы действительно можете настроить внутри семейства осветительного оборудования источник света, который будет работать. Давайте еще раз попробуем. Визуализация. Вот она у меня сейчас пройдет. Да, это при очень яркой экспозиции. Если у меня экспозиция достаточно темная, и я хочу настроить мощность света именно внутри этого семейства, то давайте вам покажу этот момент. Выберем светильничек, изменить тип. Вот эти самые фотометрические параметры. Убираем исходную интенсивность. Не знаю, в чем вы тут хотите ставить. Я выберу силу света. Не знаю, насколько сильно она будет меняться, но я поставлю, допустим, 850. Так, и попробуем еще раз отвизуализировать наши моменты. Визуализация. Ну вот, пожалуйста, да. То есть при одном светильнике, конечно же, это мега мощь, но все прекрасно работает. Источник света у нас есть. Это мне и нужно было вам показать. На данном примере мы с вами поняли, что нам не хватает параметров материала и еще одного маленького момента. Так, зайду в данное семейство, добавим параметры материала, выберем сам плафон, выберу один элемент, материал, создать тип M светильника. M светильника нажмем и выберем второй элемент, и это будет материал основы. Потому что, может быть, у нас провод черный, а светильник золотой. Нам же с вами не нужен золотой провод, поэтому можно будет разделить параметры материала. Итак, все хорошо, все работает. И последний момент. В создании у меня есть соединители. То есть, да, конечно же, у нас есть еще и раздел MEP, да, где мы можем поставить электрический соединитель внутри нашего семейства. И это будет действительно правильно. Поэтому я выбираю электрический соединитель, выберу плоскость, которая мне необходима, и нажму левой кнопкой мыши. Вот такая вот штуковина появляется. Да, тут, конечно же, можно тип нагрузки поставить, индуктивность, что у нас тут еще есть, и емкость, и классификация нагрузок и так далее. Но мы с вами, конечно же, не инженеры. В этом разбираться не будем, а просто поставим, как настоящие левитчики, по правилам нужное обозначение. Потом я покажу, для чего это понадобится. Ну что, друзья, еще раз, да. Мы с вами добавили в данное семейство источник света, который можно будет действительно изменять. Его можно изменять очень глубоко, но мы с вами это трогать не будем, да. Мы с вами добавили электрическую нагрузку, то есть мы можем действительно подключать эти элементы, настраивать визуализацию и убедились в том, что освещение действительно может как-то отражаться на визуализации. Надеюсь, друзья, что вам были понятны все эти моменты. Дальше предлагаю приступить к отработке данных знаний и построить другие типы осветительного оборудования.